Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! Я Татьяна Дьяконова. Вчера я сделала объявление о том, что начинаю песенный марафон на тему песни военных лет, посвященной 75-й годовщине Великой Победы. В каждом своем ролике я буду исполнять по одной песне и рассказывать о истории ее создания, ведь многие из этих песен написаны на основе реальных событий, и за каждой из этих песен стоит чья-то человеческая жизнь и судьба. Сегодня я одела свой рабочий национальный костюм, потому как сегодняшняя песня имеет непосредственное отношение к женскому полу, и называется она «Нежным и ласковым именем». Итак, начнем. Песни военных лет продолжают поддерживать историческую память и не дают забыть о великом подвиге нашего народа. Мы остаемся великим народом, пока помним и поем песни военных лет. Многие из них, созданные еще до войны, прошли с нашей армии до Волги и до Берлина, получив как бы второе рождение. К их числу бесспорно можно отнести знаменитую «Катюшу», написанную композитором Блантером на слова Исаковского. В своей статье «История одной песни» поэт вспоминает один случай. Однажды, под вечер, в часы затишья, наши бойцы услышали из немецкого окопа, расположенного поблизости, Катюшу. Немцы прокрутили ее раз, потом еще второй, третий. Это разозлило наших бойцов, мол, как это? Подлые фашисты могут играть нашу Катюшу. Не бывать этому. Надо отобрать у них песню. В общем, дело кончилось тем, что группа солдат неожиданно бросилась в атаку на немецкий окоп, завязалась схватка. В результате немцы еще и опомниться не успели. Катюша, пластинка, вместе с патефоном была доставлена к своим. Новое звучание Катюши придала Вторая мировая война. В солдатской среде было сложено множество новых вариантов и композиций. Достаточно любопытным является тот факт, что Катюша стала использоваться в марше Примавера, весна в переводе с испанского, 250-й дивизии вермахта, состоявшей из испанских добровольцев, так называемой Голубой дивизии. Как ни странно, любили песню и другие противники СССР в той войне. Гитлеровцы, распевавшие ее в немецкоязычном варианте, и финны, исполнявшие карельскую Катюшу. Со временем Катюша разошлась по всему миру. Стала гимном итальянских партизан под названием «Свистит ветер». В той же Италии был и второй вариант исполнения легендарной песни под названием «Катарина». Союзникам пантигитлеровской коалиции Катюша также пришлась по вкусу, а после войны песню запели даже китайцы. На премьере песня была спета на бис три раза. Исаковским был написан и другой, последний куплет, исполнявшийся редко. «Отцветали яблони и груши, уплыли туманы над рекой, уходила с берега Катюша, уносила песенку домой» в 1943 по 1945. Наиболее популярен был такой куплет. «Пусть Фридс помнит Катюшу, пусть услышит, как она поет, из врагов вытряхивает душу, а своим отвагу предает». С такими словами пели мирную, ласковую песню в лесах суровой военной зимой 1941 года, называя «Катюшами» многоствольные реактивные минометы. «Катюша» сейчас кажется военной песней, хотя, если вникать в смысл, то это совсем не военная песня, а скорее лирическая. Итак, друзья, приятного вам прослушали! «На высокий берег на Крутой выходила на берег Катюша, На высокий берег на Крутой выходила, Песню заводила про степного сизого орла, Про того, которого любила, Про того, чем письма берегла. Про того, которого любила, Про того, чем письма берегла. Песня «Катюша» О, это песня, песенка любичья, Ты лети за ярким солнцем свет, И бойцу на дальнем пограничье От Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую, Пусть услышит, как она твоё. Пусть он землю бережет родную, А любовь Катюша сбережёт. Пусть он землю бережет родную, А любовь Катюша сбережёт. От цветами яблони и груши Уплыли туманы над рекой. Уходила с берега Катюша, Уносила песенку домой. Уходила с берега Катюша, Уносила песенку домой. Спасибо всем за внимание. Берегите себя и своих близких. С вами была Татьяна Дьяконова. До новых встреч!